Всем привет, с вами Денис Мейджор. Прошедшая 1 февраля презентация PlayStation State of Play наглядно показала, что может быть, когда отсутствует нормальная конкуренция. Ну, я имею ввиду со стороны Xbox. Судя по тому, что нам сказали, все показанные игры выйдут в течение 2024 года, но некоторые еще и позже. В частности, одна игра, которая, честно говоря, была вообще лучшей на презентации, но о том, что было хорошего, поговорим чуть позже. В первую очередь, что я бы хотел отметить, что мне очень не понравилось на презентации, это то, что графона как будто нет. То есть, для чего я вообще покупал PlayStation 5 за 50 тысяч рублей? У меня есть Nintendo Switch, у меня есть различные портативки, у меня есть игровой ПК, у меня есть Xbox, у меня есть PlayStation 5. И, в принципе, и Xbox, и PlayStation я покупал для графона. Ну, ладно, Xbox именно вот этот я не покупал, потому что мне его еще давали Microsoft. Но с Xbox понятно, там графона уже тоже нет. Ни Redfall, ни Starfield. Единственное, что осталось, это Forza Horizon, ну и немножечко Microsoft Flight Simulator. Что на PlayStation? PlayStation всегда наоборот. Начиная прям вот с старта этого поколения, с 2020 года, в принципе, графоном радовало. И Demon's Souls, и Ratchet & Clank, и Человек-паук, да и даже God of War Ragnarok, который все-таки получил значительные улучшения по сравнению с версией для PlayStation 4. Хотя и заслуга все-таки Sony в том, что даже версия для PlayStation 4 для базовой консоли, которая вышла еще в 2013 году, все еще выглядит классно, хотя, да, работает там Full HD 30 кадров в секунду. И тем не менее, то, что я видел сейчас вот на презентации State of Play, это, ну, какой-то позор, честно говоря. Придом, что некоторые из показанных игр я все-таки жду. Ну, даже вот, например, Helldivers, вторая часть, которую показывали на презентации, причем показывали ее первой на презентации, она выйдет уже очень скоро, я ее жду, хочу в нее поиграть. Мы тут с ребятами, с которыми периодически играем в различные сетевые игры, ее ждем. Но выглядит это просто отстой, ну, реально, абсолютно не впечатляюще. Какой-то сплошной туман, какие-то эти пауки выползающие, там, монстры различные из тумана буквально перед твоим носом. Это что, Silent Hill? Да, блин, даже в Silent Hill изначально-то туман делали не потому, что хотел сделать туман, а просто из-за технических ограничений, но умудрились его сделать клево. Но здесь-то совсем другая игра, это не хоррор, это шутер кооперативный, да, он там сложный, хардкорный, все дела. Но, может быть, лучше им было вернуться к камере из первой части Helldivers, которая, скорее, сверху смотрела и все в изометрии работала, нежели к такой уже полностью трехмерной камере. Ну, если не может студия-разработчик работать с объектами, находящимися дальше твоего носа. Ну, Foam Stars, это вообще тут даже комментировать нечего, это какой-то сплатун для бедных, который даже по трейлеру выглядит всрато. Ну, выйдет в подписке, я думаю, на стриме погоняем, опять же, давно с ним было все понятно, ничего нового, окей. Ремейк второго Silent Hill. Ну, смотрю я на это и думаю, вот даже по трейлерам, даже по трейлерам, Resident Evil 4 ремейк выглядел гораздо круче. Да даже, в принципе, берешь там седьмой какой-нибудь, который еще на прошлом поколении выходил, даже он выглядит круче, чем то, что нам сейчас показывают в ремейке второго Silent Hill. Да, выглядит вроде как, как игра запомнилась, но с современными фишками, но такое ощущение, что Capcom справилась с задачей намного лучше. И в резиках, там второй, третий, и в четверке, а тут, не знаю, не впечатляет. Впрочем, к чести создателей Silent Hill они решили еще сделать бесплатную игру, которую выпустить прям практически в день презентации. Правда, вот у нас-то по Москве презентация начиналась в час ночи, закончилась в час сорок, и вроде как сказали на презентации, что игра доступна будет прям сейчас. В два ночи она все еще не была доступна, я поиграл в нее только уже на утро. Да, действительно, игра бесплатная, абсолютно бесплатная. В ней есть русский язык, русские субтитры, местами перевод корявый, местами очень даже стилизованный. Но вообще говоря, это социалочка. Социалочка про подростков, которые хотят покончить жизнь самоубийством, и про хейтеров, которые их до этого доводят, про друзей, которые не могут вовремя разобраться, что там происходит с этим подростком. Но социалочка получилась, честно, вот такая, знаете, какая-то тупая. Вот как пытаются делать, разговаривать якобы на языке молодежи, при этом абсолютно не понимая, что это такое. Ну и раз уж я поиграл в это, я вам немножко расскажу. Вы ходите по зданию, по заброшенному зданию, ищите свою подругу-художницу. Периодически за вами гоняется монстр, от которого очень легко убежать. Нужно просто бежать, куда можешь бежать. Первый цикл прохождения рассчитан минут на 15, после чего все перезапускается, но с изменениями. Ну, чем-то похожее на Стэнли Пэрабелл, но тут совсем другое, конечно. Вам нужно разгадать тайну души этой подруги, ну, судя по тому, что я понял. Выглядит в целом все неплохо, но вообще, по общему впечатлению, знаменитая PT, шедевр мирового микрогейминга, впечатляла гораздо больше на момент выхода. Тут вроде как попытались сделать что-то вроде PT, и получилось, ну, может быть, без социалочки было бы круче. Или если бы с социалочкой они нормально справились. Едем дальше. Зачем-то анонсировали обновленную версию Until Dawn, то есть даже и до рассвета. Вообще, мне понравилась эта киношка, это интерактивное кино. Проходил ее с удовольствием на PlayStation 4, но когда я смотрел, я, честно говоря, даже не понял, в каких моментах ее прям улучшили. Потому что, ну да, она выглядит примерно как игра с PlayStation 4, хотя на PlayStation 4 она была немножко уже устаревшей, потому что изначально ее вообще для PlayStation 3 разрабатывали, но там не успевали, были проблемы еще технического плана. В общем, вышла она в итоге на PlayStation 4. Сама по себе хорошая игра, не то чтобы сейчас там в нее совсем нельзя поиграть никаким образом, да, на PlayStation 5 она играется. Но окей, будет еще одно переиздание у Sony, которое почти не отличается от оригинала. Просто вот Nintendo, например, люди ругают, да, за переиздание. Ну вот сравните, например, оригинал Super Mario RPG, переиздание Super Mario RPG, оригинал Mario vs. Donkey Kong, ремейк Mario vs. Donkey Kong, который тут на днях выходит. Вот это я понимаю разница. Были еще классные переиздания от Crash Bandicoot и Spyro, и можно было бы засчитать это в плюс Sony, но они уже давно не владеют правами на все это, и, в общем, не они были ответственны за эти переиздания. А нужно вот что-то типа такого, да. Но самый фейл, вот по графону, на мой взгляд, был на демонстрации Rise of the Ronin. Я даже на стриме сразу, после того, как вот Rise of the Ronin поиграл, пошел смотреть Ghost of Tsushima, прям там, прям на стриме. Потому что думаю, ну может быть, как-то у меня в памяти отложилось, что Ghost of Tsushima, вот она на время своего выхода впечатляла, а сейчас она уже не впечатляет, и Rise of the Ronin где-то даже лучше выглядит. Да нифига! Вот я вам сейчас прям показываю кадры из моего видео про Ghost of Tsushima еще с версии PlayStation 4. Не PlayStation 5, не обновленная версия, хотя обновляли они в основном там FPS и разрешение. Но тем не менее, PlayStation 4, посмотрите, до сих пор Ghost of Tsushima смотрится в разы лучше, чем то, что показали в презентации Rise of the Ronin. Это ужасная трава, эти ужасные камни. Или вот эта анимация персонажей, которая, как в Pokemon Scarlet Violet, на расстоянии 10 шагов от тебя в 15 FPS работает. Тут еще вопрос, в каком FPS игра работает, потому что, судя по тому, что нам показывали, и опять же, если сейчас посмотреть трейлер, который в 60 FPS трейлер, и мы видим постоянные просадки, при том, что мы видим просто пустые локации на небольшом расстоянии от игрока, там ничего нет, там ничего не происходит. Да даже если посмотреть сейчас на Секера, которая чем-то напоминает, точнее Rise of the Ronin напоминает Секера, то можно увидеть, что даже она гораздо более атмосферно, насыщенно выглядит, чем Rise of the Ronin. Причем издатель Rise of the Ronin сама Sony Interactive Entertainment. То есть это, ну, один, можно сказать, из флагманских продуктов от Sony в 2024 году. Ну, других-то у нас особо тут и нет. И если еще раз на старте поколения от PlayStation 5 мы радовались, как классно сделано Demon's Souls, Ratchet & Clank, или даже недавний Spider-Man прошлогодний, то сейчас мы видим вот это. И вот если в целом посмотреть на презентацию, то лично мне понравились только две вещи, точнее две игры. Это Metro в VR, я реально подумал теперь о том, что вот, наверное, уже приходит то время, когда я почти, почти готов себе купить PSVR 2, потому что уже есть Gran Turismo, есть Metro, ну и какие-то мелкие проекты, которые можно потыкать, которые тоже могут быть интересными. Вот это уже ближе к делу. Особо, конечно, ничего не понятно было по тому трейлеру, что показали, но сама идея Metro в VR-е выглядит интересно. Ну и ладно, можно еще вот ту игру, которая похожа на Dark Souls, где можно надавать по морде скелету прямо в VR-е. Выглядит вторично, но это же VR, в нем все вторично, просто там фишка в том, что это VR. Но самый, конечно, главный гвоздь программы State of Play прошедшего, это была Death Stranding 2. Собственно, это была единственная игра с графоном на презентации. То есть вот в Death Stranding 2 действительно круто все смотрится. И вроде как действительно лучше, чем в предыдущей части, которая тоже на момент своего выхода впечатляла и картинкой, и тем, как сделаны модели людей, и тем, как сделано окружение. И посмотрев трейлер Death Stranding 2, ну, я, конечно, не очень честно интересуюсь сюжетом, я и в первой части не интересовался, но Death Stranding, первая часть, была для меня единственной игрой от Кодзимы, которая мне нравится. Ну ладно, еще Metal Gear Solid 5 тоже неплохой. Именно пятый. Но, скорее всего, потому что я увидел Death Stranding 2, это будет вторая игра от Кодзимы, ну, третья после Metal Gear 5, которая мне понравится. Потому что, в принципе, вроде как это то же самое, но больше. Больше локаций, более разнообразные локации. Вот тебе уже какие-то пустыни, каньоны. И мне реально, я прям в предвкушении, как я буду доставлять пиццу через вот этот весь каньон. Надеюсь, только физику транспорта поправят, улучшат, потому что в предыдущей части это был главный минус игры. Ну, не считая еще сюжета, который периодически мешал играть. Типа, ты тут играешь, развлекаешься, потом приходишь, смотришь 40 минут кат-сцену, которая вот, ну, лично мне не сильно, честно говоря, интересна. Мне интересен геймплей. Геймплей в Death Stranding классный. Да, вот ходить, носить грузы, мне действительно нравилось. Тут вроде как обещается еще больше различных событий. Вот эти все разрушения, которые, ну, я не знаю, насколько это будет заскриптовано. Может, это будет там сон собаки, сон Сэма, не знаю, чё. Но если это действительно будет в игре происходить, то это будет классно. Но Death Stranding 2 выйдет только в 2025 году. Причем, ну как, когда-то в 2025. То есть, понятно, что игру еще и перенести могут и не один раз. На 2024 год, получается, вот нам показали все, что хотели. Потому что, ну, Nintendo, например, делает показы. Я почти уверен, что скоро будет какой-нибудь Nintendo Direct, может, на следующей неделе. И они показывают на ближайшее время. То есть, у них три Direct в год. Ну, и примерно каждый Direct до следующего Direct игры показывает. И редко анонсирует что-то, что увидит потом. Sony вроде как сказали, вот, игры на этот год. И еще даже дальше, вот, 2025 год. И, ну, это мало. Мало, особенно, знаете, каких-то PlayStation проектов. То есть, если мы берем PlayStation 4 и нравятся там игры, не нравятся вам с PlayStation 4. Но вы понимаете, что такое игра с PlayStation. Когда анонсировали на PlayStation 4 очередную игру. Ты понимал, о, это будет вот примерно вот такая игра. Она будет обязательно красивая, технически там отполированная. Вообще крутая. Ну, да, скорее всего, это будет стелс в кустах от третьего лица со всякими страданиями и прочим. Но, тем не менее, это будет такой блокбастер. Или хорошо, я сам не очень любил эти блокбастеры от PlayStation 4. Хотя некоторые все-таки любил. Но, допустим, возьмем времена PlayStation 3. Разнообразные игры. Но, как правило, все равно поражающие там, впечатляющие самим трейлером. Да, было несколько даунгрейдов. Но, тем не менее. А сейчас я смотрю на эти трейлеры. Я просто вижу мыльные текстуры. Кривую лицевую анимацию. Опять какую-то страшную, просто ужасную воду. И даже вот Stellar Blade. Еще одна игра, которая, в принципе, понравилась геймплеем. Такая, как выглядит, как не ER-автомат, а только теперь от корейцев. Ну, вроде как покрасивше, чем не ER-автоматы. Которая, конечно, серая и унылая. Но, ну, кроме главной героини, она прекрасна. Спору нет. Но в Stellar Blade героиня тоже прекрасна. И мы будем наблюдать ее, судя по всему, в разных костюмчиках. Это тоже очень интересно и прикольно. Но все равно, почему-то это не выглядит, как игра вот современного поколения. Даже если еще раз берешь какой-нибудь Ratchet & Clank, Человек-паук. Или даже Horizon Forbidden West, Demon's Souls. То все это впечатляет гораздо больше. То есть, графика на PlayStation 5 как будто пошла на спад. И остается уповать только на геймплей. То есть, я очень надеюсь, что все-таки Helldivers 2 или, может быть, даже Rise of the Ronin зацепят геймплеем. С другой стороны, Rise of the Ronin выходит 22 марта. Ровно в этот же день выходит еще и Dragon's Dogma 2, который тоже показывали на презентации. И в целом мне Dragon's Dogma 2 вроде как поинтереснее. Хотя от нее тоже непонятно, что ждать. Выглядит она скорее не как вторая часть, а как ремастер первой части. Тут еще недавно появился слух, что она может еще и в 30 фпс будет работать. И, кстати говоря, то, что показывали в трейлере, оно как будто бы в 30 фпс и работало. Ну или работало с разблокированным фпс по большей части 30, иногда может быть 40, по праздникам 50. Ну ладно, посмотрим. Но 22 марта еще и выходит Принцесса Питч, игра по Принцессе Питч на Nintendo Switch. Три игры в один день. И все такие, ну, крупные игры. То есть для Nintendo это вполне себе крупный ААА проект. Кто бы что по этому поводу не думал. Для PlayStation вот и Rise of the Ronin, который эксклюзив PlayStation даже на ПК не выйдет. Ну и Dragon's Dog, окей, это Capcom, но крупная все равно игра, мультиплатформенная, кроме Switch'а, да. Но тем не менее, что вот, я не понимаю. Нету других дней? Нельзя как-то разнести игры? Ну, типа, вы что там сидите и не знаете, когда другие игры выходят? Еще меня прикалывает, как начинают некоторые говорить. Ну аудитории у игр разные. В смысле аудитории у игр разные? Что вы несете? Откуда вы знаете, во-первых? Что, вопросы проводили, что ли, что точно аудитории у игр разные и никак не пересекаются? Вот точно люди, которые хотят поиграть в Dragon's Dogma 2, им вообще не интересен Rise of the Ronin. Прям всем. И наоборот. Или с Принцессой Питч. Не помните, что ли, когда выходил Animal Crossing одновременно New Horizons и Doom Eternal? Когда же все это фанатское творчество было именно от людей, которым интересно и то, и то одновременно. Уж слушайте, если Animal Crossing и Doom Eternal людям одновременно интересны, мне в частности, то уж, мне кажется, такие игры, как Rise of the Ronin Dragons Dogma 2, да и Принцесса Питч тоже, вполне себе тоже могут быть интересными. Вот эти все рассуждения о том, что аудитории у игр разные, это как будто люди говорят, которые считают, что вот есть игра, и в нее играют какие-то одни люди, а есть другая игра, и в нее совершенно другие люди играют. Да нет, такого не происходит. Люди внезапно любят разные жанры игр, у людей внезапно может быть дома несколько игровых устройств, несколько консолей, тем более, что Dragon's Dogma, например, и Rise of the Ronin уже обе на PlayStation 5 выходят, хорошо, Принцесса Питч выходит на Nintendo Switch, но тем не менее, ладно, объясните мне тогда, как вот Rise of the Ronin и Dragon's Dogma 2. Что, хорошо, их нельзя было разделить по дням. Просто вот в году 365 дней. И если бы, в принципе, каждый день выходила какая-нибудь вот крупная игра такая, ладно, не обязательно прям ААА, ну вот хотя бы там ААА. Ну то есть не всякая дича Стима, да, а просто вот такие какие-то игры, как Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 и Принцесса Питч. Вот каждый день бы они выходили, ну и можно было сказать, ну что, ну вот пересекаются они так или иначе. Ну вот у нас 22 марта, например, выходят три игры, а 29 марта что выходит? Ровно через неделю, ну типа, допустим, хорошо, не хочется выходить там среди недели, там в среду, хочется именно в пятницу. Ладно, что выходит 29 марта? Или что выходит 15 марта? Тоже хороший вопрос. 8 марта тоже отличный повод что-нибудь выпустить. Вот, кстати, Нинтендо могла бы Принцессу Питч 8 марта выпустить. Не знаю, что она, не готова что ли еще? Почти уверен, что готова. Но 8 марта бы сделали, вообще было бы отлично. Потом 15 числа Rise of the Ronin, 22 числа Dragon's Dogma или наоборот, неважно. Вот было бы круто. Нет, давайте все в один день выпускать. Ну, в общем, что я хочу сказать. Вот когда я периодически критикую Xbox, мне люди пишут, а что там у плойки? А я никогда не понимал, что мне-то об этом спрашивать? Я вообще Марио Бой. Я сижу тут в футболке с Боузером из Марио, в кепке. Ладно, сейчас здесь буквы М нет, но тем не менее. И мне люди пишут, что там у плойки. Да мне пофиг, что там у плойки. То, что у плойки дела тоже плохи, не значит, что они у Xbox стали лучше. Или то, что это нормально. Нет, не значит. У PlayStation тоже я об этом не раз говорил и не раз на это жаловался. Например, в 2023 году было всего две крупных игры. Причем только одна из них от внутренних студий. И судя по всему, в 2024 году игр-то вроде бы, ну ладно, их несколько, вроде бы побольше. Но не сказать, что это прям сильно лучше. И учитывая, что опять же, еще и у нас в России есть проблемы с покупками игр. Да, хорошо, эти проблемы легко решить. Но все равно это какой-то дополнительный там пердолинг, дополнительное ковыряние там с валютами, с переводами. Периодически что-то отменяется, отваливается. Где-то меняются условия. Вот тут недавно было, я инынал, например, пополнял для оплаты вот в Турции на PSN в том числе. Пополнял на 300 лир минимум, потому что меньше нельзя было вывезти. А тут недавно пополнил на 300, а мне все равно не позволили вывезти. Мне пришлось возвращать деньги. И, ну да, деньги вернулись. Комиссию только потерял. Но тоже неприятно. Но если бы при этом выходили прям вот такие проекты, как Death Stranding 2, вот по 2-3 штуки в год, ну, можно было бы сказать, окей. Ну, при этом еще и, да, куча таких игр, как Helldivers 2, там, как VR Metro. Вот тут побольше, только не одна, две там в год, а побольше. Чтобы каждый год вот было такое наполнение. Там 2-3 крупных игры и 4-5 игр, там, не знаю, поменьше. Хорошо, ладно, 3-4 еще игры поменьше. И было бы нормально, ты понимал бы, для чего тебе игровая консоль, для чего тебе именно PlayStation 5, что она тебе дает. А сейчас действительно получается, может, лучше забить и ПК собрать. Ну, то есть, есть Nintendo Switch, конечно, потому что на Switch это все прекрасно с играми. И с графиком релизов, и с ожидаемыми играми, и с разнообразием. Все прекрасно. И вот ПК дополнительно для всякой дичи, потому что и у PlayStation все чаще утекают игры на ПК. Или спустя время, или прям день в день, или выходит такая игра, как Rise of the Ronin. И ты думаешь, а может, ее и нафиг не нужно на ПК, что с нее вот прям такого будет. И даже Dragon's Dogma 2 тоже выходит на ПК. И если на консолях вдруг действительно разработчик решит залочить ее на 30 фпс, ну, а владельцы ПК скажут, а нам пофиг. Даже если у тебя слабая видеокарта, ну, поставишь настройки поменьше, будешь играть тебе в 60 фпс, потому что все-таки это экшен. В экшен 30 фпс играть, вы что там, офигели все, что ли? Если бы вы на Nintendo Switch это портировали, ну, можно было сказать, ну, да, у вас железка слабая, вот, пожалуйста, 30 фпс все, что выжили. Ну, уж извините, с консолей современных, как их там рекламировали, какие они мощные, замечательные, как они все это круто запускают. И, в принципе, первые игры еще раз на PlayStation, по крайней мере, это подтверждают и показывают. Но сейчас, честно говоря, какое-то уныние наступает. Напишите мне в комментах, что вы об этом думаете. Ну, а с вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!